всем добрый день вы знаете друзья мои как отрицающие свою родину пересменщики так и лживые патриоты одинаково опасны для страны что те что другие мутят воду сегодня истамбула должен прилететь должна прилететь наши делегации и собственно говоря там какие-то соглашения были достигнуты и эта делегация прилетит естественно советоваться с президентом и все прочее они же сами не будут это делать чтобы понять остановить эти боевые действия или и дальше продолжать понятное дело что украинские телеканалы начали вопить о том что вот мы победили мы победили послушайте друзья мои это тоже провокация это провокация чтобы люди в россии начали думать вот остановили на полпути а жертвы а что это все было напрасно и зря сделано так зачем было начинать если вот так вот они с нашими солдатами вот так обошлись а мы то чё это тоже специальная провокация не смогли нас вывести на улице против военных действий на украине хотят вывести сейчас вот этим разочарованием то есть людей затронуть тем что вот видите вот вы такая огромная страна ничего с нами не сделали и все такое друзья мои если бы россия была фашистская америкой которой было все равно как бомбить города просто вот взять и просто бомбить без разбору то конечно же сейчас украина лежала бы в руинах вы прекрасно знаете что случилось в мариуполе там практически ничего не осталось только по той причине что у края фашисты именно там скрывались и людей держали как живой щит вы представляете какие твари людей люди умирали когда технику подгоняли российские военные чтобы спасти из завалов людей в них стреляли ну что мы хотим это говорит о том что эти существа они нарочно специально просто доводит до такого состояния дел чтобы было много жертв они сами расстреливали людей автобусы все прочее это натасканные у нас одна из наших подписчик сказала что и в тбилиси точно так же американские инструктора обучали вот этой жестокости и знаете как обучали давали в руки щенков и нужно было рвать щенку пасть и те кто как бы не соглашался или задумывался или не решался на это они были забракованы нужно было отбирать самых отъявленных мерзавцев самых нелюдей понимать вот там собраны самые нелюди если бы цель россии была сравнять украину землей уничтожить все население украины то понятное дело что никто бы не помешал россии это сделать но ведь именно поэтому так аккуратно велась эта спецоперация именно по той причине чтобы как можно меньше было гражданского населения жертв как можно меньше ведь там такие же люди поймите там тоже люди которые с этой властью не согласны которые ненавидят их но вот что делать вот что вы предлагаете взять бомбу кидать на все дома на все здания на всех людей это же это же фашизм опять же и понятное дело что видя что людей не выпускают из украины да что там людей студентов не выпускает никого не выпускает ну вот такие вот там твари живут а власти сидят они сделали живой щит из людей для того чтобы продержаться как можно дольше так надо было вот видя что людей не выпускает жертвы среди мирного населения много понятное дело что эта страна должна пойти на какие-то другие шаги ну понятное дело что шакалы будут вопить ура мы победили у них же ничего святого нет им же плевать какой ценой какой ценой будет достигнут мир они же свои шкуры спасают но есть в этом очень много плюсов во первых крым безопасен туда больше они не нападут во вторых донбасс и луганск я думаю что украина признает и отстанет от этих территорий далее биолаборатории они ликвидированы и все это собрано все документы и доказательства дальше огромное количество украфашистов уже никогда не возьмут в руки оружие многие бегут там уже они не смогут жить там не смогут они орудовать во первых потому что там базы останутся российские базы мы никуда не денемся мы не возьмем и не уйдем оттуда но власть которая себя скомпрометировала власть которая не справилась задачей которую поставили америка и европа естественно это власть сметется потому что они же не так хотели им же вы совсем другое нужно было там и угроза для россии исчезла надолго только надо этот уровень держать теперь вот те твари которые так бесчеловечно издевались над пленными многих нашли многих наказали многие убегают они уже не смогут так нагло орудовать как делали это раньше понимаете их будут постепенно оттуда вычищать все эти остатки которые есть естественно останутся базы естественно украина уже с переломленными зубами и челюстью она уже не может кусаться у нас не было цели уничтожить украину и украинский народ поймите если бы у нас была такая цель ее можно было осуществить за несколько дней сравнять всю украину землей но ведь там же и мирные люди есть там же есть люди которые не виноваты в этом все вы же понимаете что чем дальше тем больше жертв среди гражданского населения именно по той причине что людям не дают выйти путин помните как сделал с чечней вывел все население разбомбил все к чертой матери вот все живое все что там шевелится и все и обратно построили чечню если бы возможно было сделать с украиной мы бы это сделали но дело в том что они не выпускают людей оттуда вы поймите что делать дальше убивать людей дать им возможность дальше убивать ведь люди умирают там из-за того что в подвалах из-за того что пить нету и еды нет и все такое они же маленькие дети грудные вы же понимаете человек пошел за водой снайпер снял его у колодца кто пандеровская мразь естественно им выгодно чем больше людей погибнет тем лучше для них они всему миру нас представят злодеями это ну для них не составляет они циничные мрази но если люди сидят уже по нескольку раз за издевательство за убийство собственного народа что вы ждете от этих тварей у них же нет ни души ни мозга это же куски мяса на двух ножках поэтому естественно ради того чтобы спасти больше жизни их посадили на стол переговоров и естественно украина очень многое сейчас должна и вынуждена делать то чего она раньше не хотела естественно это фашистская мразь будет сматываться и сметаться и очищаться и не один год оттуда это уже не та украина которая всем грозилась войной понятное дело поменьше смотрите этих тварей поменьше их возгласы выкрики мы победили кого вы победили кого вы скажите спасибо что не америка на вас напала иначе они бы не посмотрели вообще на детей женщин сравняли бы все землей мы морально поступаем правильно понимаете мы не можем взять и бомбить мирное население если бы могли это сделать то давно б уже украины не существовало но есть очень много плюсов о которых вы постепенно узнаете обломали мы такие зубы и вырвали из их пасти днр и лнр но еще и обезопасили крым себя и свои границы с украиной и многое еще другое о чем вы скоро узнаете теперь сбили меня вот эта машина приехала смысле поэтому не нужно мутить воду не баламуте вы не знаете какие там идут переговоры что они на каком уровне согласовали никто не уйдет от ответственности пусть никто не думает что те которые убивали пытали наших солдат они уйдут от ответственности они в ужасе в ужасе прячутся в европе их вычислят везде вычислят поверьте мне вы еще увидите и судебные дела и чего только не узнаете узнайте что их нашли и расстреляли и и все такое никто ниоткуда не уйдет это невозможно и никто такое не простит но ради обычных людей знаете плохой мир лучше хорошей войны ради обычных людей это нужно делать потому что вы сами понимаете что когда мишень люди мирные люди морально невозможно никак нельзя взять и разбомбить просто разбомбить потому что так надо там люди люди такие же как мы люди которые сто раз проклинают и этого зеленского его власть там и так очень много жертв среди гражданского населения именно не не из-за бомбардировок а именно потому что людей во первых не не выпустили оттуда во вторых сами стреляют и бомбардировские мрази мы с вами общались у нас на канале из украины есть люди были правда сейчас многие озлобились ну да ладно но я хочу вам сказать что те которые одно время писали гадости под моими роликами сейчас совсем поменялись свое мнение видимо сами убедились в этом придет время и они это поймут и многие это поймут и придет время когда весь мир повернется лицом к россии уже поворачивается они уже видят эти зверства они уже говорят невозможно правду не заткнешь как бы там не пропагандировали как бы не пытались это скрыть это невозможно скрыть понимаете правда рано или поздно откроется у лжи короткие ноги далеко не добежит так что друзья мои ждем надеемся пусть люди живут нам абсолютно наплевать что там украфашисты будут орать вопить они от страха своего вопят сами себя утешают нам главное жизни людей наши войска для того туда и поехали чтобы народ освободить от этой фашистской нечисти у нас не было цели уничтожать страну и людей мы не за этим поехали туда а те кто участвовал в этих экзекуциях над российскими солдатами я вас уверяю каждый из них получит если многие уже не получили я уверена что многих уже нашли я этой мрази который там матери звонил иван его зовут номер выставляли я писала звонила никто не берет еще бы еще бы он вышел на связь эта тварь если он вообще живой сейчас никто ничего не забыл просто иногда ради спасения жизни приходится сесть за стол переговоров об этих переговорах было сказано в начале еще спецоперации в минске потом в гомеле собирались до под руководством лукашенко еще тогда хотели это приостановить и решить так как нужно решить это затянулось потому что укротвари думали что нато им поможет америка сейчас поможет еще кто-то поможет увидев что никто ничем не помог согласились на переговоры а российская политика она всегда была построена на том чтобы помочь и спасать население согласны зато весь мир понял что не нужно суваться туда куда не нужно суваться следующий раз они будут предусмотрительнее поверьте мне потому что они то думали что россия грозится никогда не нападет убедились что не так всем благоразумие спокойствие плевать что кто скажет главное чтобы мы перед судьбой перед мирозданием были чисты что мы не пошли там пить кровь невинных людей и если есть хоть один шанс дать им возможность выйти из этих подвалов и выжить мы этот шанс используем всем удачи